так сготовились печенюхи печенюхи сейчас будем пробовать кушать попробуем ну что ответы они только из духовки довольно горячие вот так вот выглядит тут тесто крекеры классненько знаете соли нет вообще дозвонили рекламщики позвонили говорят хотите продать вашу почку продайте вашу почку мы купим выгодно 1 тысяча рублей люди правда подумают вот под рекламщики возьмите то возьмите кредит возьмите то другое возьмите кредит очередное там это мы на такое сейчас не ведёмся довольно сытно прикольно вот было бы побольше креветочек было бы какой-то другой ну что есть в общем ладно идти дальше капульками заниматься доброго 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 всем денечка сегодня с вами ваша самая любимая замечательная прекрасная семья владимир василий здравствуйте это чем занимаетесь здесь он вот канализа помогают вторые руки у были по а здесь обжаривается о морковка обжаривается я сбегал взял дымить хлеба газировки бумажки сейчас отцом как раз сигареты упаковку взял поделим на улице очень жарко на улице очень душно у нас получается сейчас 15 июля 2023 года ладно день начинается пекло невозможное везде вентиляторы включены а за это время сыночка проверить наш огородик не хочу травы полоть жара 34 в тени на данный момент от жары изнывают тыква с кабачками картофан все тут у нас горошек зеленый зеленый горошек смотрите он уже большой пусть еще растет что там по картошке у нас посмотрим что вырос не вижу и пройдешь паленым пахнет что-то горит от такой жары что-то где-то горит или жгут вонище потому что стоит точно где тут наш супер мощный огород сегодня поливать супер мощный огородик пекло пекло стоит сейчас я как закончится пекло додолблю оставшийся центр буду уже земельку вывозить это стройка под кошачий туалет собачий кошачий туалет земля не поддается некуда деваться эту землю я вывезу на траншею туда вот сюда к дому кессон как ставил получается на данный момент вот такая траншея там середину здесь чуть-чуть не докопал середину не докопал ну все ровненько посередине у нас подпал чтобы не давил вот эту землю вывезу где целая куча земли эту землю тоже вывезу рассыплю там же рядушки пока так за траву не берусь пусть растет высокоурожайная трава время сколько у нас там отец уже сварил с тушенкой время 4 час ну невыносимо невыносимо скажу я вам я чё ты чё загнулся загнулся венокентий здравствуйте он трите шкуру трите шкуру кулак ты любишь стереть шкурку но знак вопросов ладно пока топаем домой сухой корм у вас есть водичка есть кошки чалятся на улице да знак вопроса знак вопроса да как всегда я шли вины и самый замечательный самый несогненный сыночка проголодался сыночка выбрал покопался такой супик с тушенкой а булочку возьму вчера не кушал смотрите какой вкусный кусочек это упал понятно понятно добавим сметанки вентилятор пока отключил настоящее лето настоящее пришло лето будем кушать а что еще делать такой же ручку кушать ешь да лежи ешь да лежи ходи туда-сюда отец уже поел пошел дымить мама тоже покушал бочка со сладкой булочкой борщ вкусненько надо всегда говорить приятного аппетита спасибо и отвечать спасибо последние дни вообще что-то новости не смотрю не включаем там ничего нового не покажут я по крайней мере из комнаты сколько раз закажу мало смотрим вот эти штучки еще остались которые не сладкие вот такие что цветы и нет это и и Все экономит надо, да? Сметана хоть и вкусная, но чувствуется наполовину порошковая бодяжа. Сметана хоть и вкусная, но чувствуется наполовину порошковая бодяжа. Сметана хоть и вкусная бодяжа, но чувствуется наполовину порошковой бодяжа. Сметана хоть и вкусная бодяжа, но чувствуется наполовину порошковой бодяжа. Сметана хоть и вкусная бодяжа, но чувствуется наполовину порошковой бодяжа. Всем приятного аппетита, кто ужинает, обедает, завтракает, плодничает. Хомячет ночью. Вот и весь обед. Так и время. 16.20. Это мой первый завтрак. Не обед, не ужин, а завтрак. Все поел. Покушал. Убираю все. День у нас продолжается. Газировки налить что ли? Так и не попробовал. День продолжается. Так, а пока сынка покосил травку, мама Галина, отец помогал, приготовил вот такую вкуснятину. Я не знаю, что это за шарики. Все равно дома душно. Прошел дождь. Сейчас наложим. Душно дома вообще. Духота. Духота такая, что невозможно ей. Мама. У меня тебе соусы. Смотрите. А давай, я сейчас наложу. Передавай, пододвигай. Подастула уже маленько. Сейчас хлеба достану. Я сейчас ходил сбегал за хлебушком. За хлебом. Кофе. Пойдем, а у нас время уже. Сколько получается? Рыба уже без 28. Ужин. Да, ужин. Душно. Душно, 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 душно. Как бы что ни было, душно. Все равно. Душно. Порубаем. Не стал я с камерой бегать. Потому что сперва несло. Думаю. Дай-ка я маленько покажу. Да все, выкосил в этот ад. На улице выкосил. Там по забору выкосил. Внутри пока не буду косить. Потому что опять начнешь и опять пусть еще маленько подрастет. Тогда внутри начну. В тени было 39 градусов. Чисто в тени. Ртутный. Я доверяю только ртутным градусникам. Термометрам. Потому что они все-таки самые точные. У них точное определение. Шкала вот эта. Самая точная. Какие бы ни были электронные. Вот эти все. Гидроэмитцентр не знает что и как. Какой выдаватель. Погубы вообще. Знаете что это за колобки? Пока я на улице все равно занимался. Здесь фарш. Здесь кабачок наверно да? Кабачок переключенный? Нет. А что твой нет? Он такой мягкий и нежный. Мы не снимали это блюдо. Ну там. Ну фарш было если вчерашнего. То вот. Эта самая. Кабачок да. Угу. Тебе майонезу не надо. Солнце. Майонезу не надо. Солнце. Абсолютно. Абсолютно. Пойдем. Когда жарко. Не так хочется кушать. Но у меня после пахания появился аппетит. А когда жарко да действительно. Не очень. Майонезик. Добавить. Добавить. Будешь? Соходи. Беру как раз. Я знаю что важно. Я на момент съемок отключил вот этот вентилятор. Поэтому мы сейчас с отцом потеем. Но сейчас маленький. Все равно поснимаем. Включим вот этот вентилятор. Пусть он хоть немного гоняет воздух. Был в Москве. С Убекистана. Трези рассказывал. В них там оказывается в тени. 44 градуса. 44-43 градуса. Это нормальная погода в тени. Это не туда. Жара какая. А в основном на такси иностранцев приезжие. Они приедут нормально все. Просто понемножку здесь заработают. И там дома стараются. Из Киргизии. Узбекистан. Дома тоже вот. Там же когда ездил. Бывает. Общался. Ну. Я не снимал. Потому что это лично. В основном. В основном. В основном. Таксист. Рассказывал. Что. Мы заработаем. Я. Дом. Например. говорит. Один. Второй. Семья. Слоя. Скотину разводят. Точно. Точно как же. Хмлик. Село. Семь. Семь. Точно. 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 Они. Будут. В общем отсылают деньги или нет возможность своим ходом грузят, где-то материалы и заходят туда. Да, 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 все верно. Но работают они, у них тоже не сахар с одной стороны, потому что они многие на износ работают. Ну хочет заработать, если здесь парень хочет, то тоже на новой машине две смены, три смены. Знаешь, потом это все сказывается на здоровье. А как ты хотел? Потом в будущем все это. В будущем. В будущем никто ничего не это. Не думает. В настоящем так прожить хорошо. У меня аж по носу подбежит по носу. Сейчас еще, зайди, мы включим вентиляторы. Вот здесь, там-то везде работает три вентилятора. Ну не знаю. Я прошел через эти, знаю что. Там говорит у них в Киргизе, а сам Усбек говорит 44 градуса в тени это норма. Ну 43 градуса, говорит нормально у нас. Жарко, но мы увидим влажность, в воздух. Может быть из-за влажности, в воздух. Может быть. С меня все бежит. А многие узбеки перебрались в Киргизию. Сами живут, например, строятся в Киргизии. Ну, в Узбекистане. Аааа, у меня подбежит. Промними аж мысли отливаются. Еще половинку скушать, наверное тяжело не будет. Вот поменьше бери. Давай я маленькую половинку сейчас съем. Подрубаюсь, у меня все бежит как с этого. Ааа, понял. Но блюсь в ходить и побориться. Потому что весь поброс. Ммм, что еще можно вспомнить. Хоть тема Москвы, наверное, многим надоела. Но все-таки я за пять суток много где тепло было. Был фактически в закрытом месте. Где три месяца, два месяца. Три месяца жил. Пушкин сгончаровывает. И турист ни один туда не зайдет. Никогда не догадается. Туристы все идут. Глазеть на витрину. Я там скажу разрешение. Поснимать. Где действительно женился сам Пушкин. Александр Сергеевич. С Натальей Гончаровой. Я там у охранника спросил. Там соли, новость, рубашка. И у тетеньки. Музейная или что. Я просто поснимаю. Разрешите. Поглядел. А потом, когда уходил, что изменилось? Ничего не изменилось. Брусчатка тоже самое. По которой Пушкин ходил. Ну, в общем я заметил, что туда кроме меня никто и не заходил в этот сад. За этим садом ухаживают. Вот так вот. А все туристы прямиком идут. Глазеют по этим витринам. Когда свернут. Это на старом Арбате было. Дома действительно сами по себе старые. Но за ними ухаживают. Деньги выделяются. Все равно один раз интересно. Потому что многие туристы едут. Только пожрать, поспать. Да так вот побледеть. Пару фотографий сделать. Я так-то больше. Не только для вас снимал. А еще и для себя снимал. Чтобы в памяти что-то осталось. На будущее если когда-то что-то посмотреть. Что? Ильичовская нога ступала на подошву Пушкина. Вот так вот. Ильичовская нога ступала там, где ступал в свое время великий писатель. Кстати, я думаю про Пушкина сейчас уже школьную программу начинает забывать. Наверное, каких-нибудь. Новых писателей вот этих всех. Наверное, что помню маленький был. Под бежит, да, был отец. Сейчас вентилятор включим. Отец, он весь подный. Я тоже весь подный. Я когда раньше-то в школьной программе-то был. Я же еще не такой старый. Мне всего-то 42 годика. И вот мы учили Пушкина, Пушкина, Пушкина. А вот сейчас интересно, что там в школьной программе. Учат, наверное, знает хоть. Вот интересно школьника спросить любого. Кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Даже год рождения помню. Родился в 1799 году. А умер в 1836 году в 37 лет. Вот так вот я еще со школы это помню. Чего тебе жарко? Включаем вентилятор. У меня тоже весь под бежит. 7 вкусняшек. Вкусняшек отличнейшего настроения. А я пойду дальше. Там маленько мне осталось вот этот кусочек подкопать. Потому что днем я сегодня не смог. 39 градусов это все, это упасть. Не скучайте, давайте. Не скучайте, мы с вами не прощаемся. Каждый день пока живы-здоровы будем о себе напоминать. С вами были мы. Да. Жарко, жарко. С меня ручьем бежит. Я вот здесь лежу, у меня здесь такие пятна. Ох. Сейчас включим вентилятор. Будешь опирать. Да. Полотенце мокрое. Полотенце мокрое. Подходит. Ну пока-пока. Пока-пока. В общем такая вкусняшка. Всем отличнейшего настроения. С вами были мы. Ставьте лайки простой семье. Из всех. Из деревни. Из аэродромного. С вами был Ильич. Всем пока-пока. И Владимир Васильевич. Мы еще увидимся. Не грустите. Всем пока-пока. Жара невозможная. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok